Ребят, привет! У меня просто идея безумная пришла. Вот так. Да, там... Я ж подавился от тех коллег... Количество... Ох, ты ж хорошее начало. Ох, это меня повеселило. Да, на таком позитиве. Сейчас я выдам. 15 миллионов просмотров. 15 миллионов просмотров? Отлично, отлично. Ребят, да, вот такие напутствия, конечно, они в духу, да. В общем, короче, они позитивно действуют. Сейчас было начало. И ролик, который смешной уже становится. Бля, ну пипец, ну ты мне мешать пришел, что ли? Ты нахуй ты мне усрался? Третий дубль билет. Ребят, привет! Вы знаете, наверное, поговорку? Хоронили тещу, порвали два баяна. У меня практически то же самое. Безудержное веселье. Решил снять очередной ролик про SSD накопители. Так, пока достал камеру, у меня объектив остался в руках, а тушка улетела. К сожалению, я не могу ее продемонстрировать, потому что сейчас на нее снимаю. В свое время камера упала два раза с большой высоты. И у меня вот эта вот штука, здесь такие пластмассовые держатели, они отвалились. И я при помощи суперклея их клеил, чтобы хоть как-то снимать. Я к чему все это вот здесь такую долгую замануху делаю? Недавно тут был хайповый ролик от академика, типа, блогинг это работа. Ну, а я работаю на двух работах, то бишь, своя основная, где вот много всякого разного крутого железа. А вторая, это вот этот блогинг сложный и беспощадный. Вы понимаете, либо клеить суперклеем, либо снимать. Ладно, хрен с ним, не клеить тебя буду потом. Значит, я уберу объектив накопителя, который я очень люблю тестировать. Еще объявление, да, очень важное. Не рекламное, пацаны, мне нужна поддержка. Значит, мы ставим, каждый поставил вот под лайку и подписался на этот канал. Потому что чем больше человек, тем проще потом выпрашивать железо у вендоров. А когда у меня очень маленькое количество подписчиков, они на тебя не смотрят. Они вообще даже тебя игнорируют. А когда тебя игнорируют, очень обидно. Все-таки про накопители. Под новый проект я решил все-таки попробовать. Да, у меня есть долгоиграющий сейчас тест китайских SSD. И я решился, думаю, давай-ка я еще куплю китайский SSD дешевую 128. Наверное, сейчас кто-то кричит, надо было брать 256. Наверное, было надо. Надо. Но за свой счет купил вот эту штуку и вот эту штуку. Ну, это мой рабочий диск, где всякие разные программы. Это подарили. Честно, подарили. Спасибо Андрюше, что подарил. В этом ролике, конечно же, я попробую сравнить жесткий диск, купленный в Китае. И покажу, что внутри. Плюс я покажу, что старый. Попробую раскрутить. В общем, грубо говоря, сравним. 128 мегабайт, 120 гигабайт старья и новья. Но на всякий случай скажу, что вскрывать диски, это потеря гарантии. Здесь вот, конечно же, все плевое, мульки нету. Но интересно посмотреть, что внутри. Хотя, вот вы знаете, производитель вот этого диска на Алиэкспресс дает 3 плюс 2. То есть 3 года плюс еще 2 года. В общем, 5 лет. Удивительно. Для китайцев очень интересно, надеюсь. Так что, поехали. Вот таким вот образом выглядит этот накопитель. То есть я вижу уже Silicon Motion 2258G. Это чипсет, который отвечает за работу. Микрон память и большая память, скажем так. Интересно. И на чипе имеется маркировка BHH5A90101. Классно. И опять, вы знаете, чип никак не маркирован, непонятно. Но сейчас я попробую показать, что на нем все-таки написано. Когда показывал на прошлом... В прошлом видео показывал точно такой же чип. Ребята сказали, ой, да они там стерли все. И они так это делают специально, чтобы никто не распознал. Какие интересные ячейки. Этот чип будет снять вот эту поверхность и посмотреть структуру чипа. Такое ощущение, что это не стертые надписи, а действительно какие-то ячейки. Вот. Потому что поверхность очень-очень имеет структуру разную. То есть поверхность не однородная, а имеет какие-то ячейки. Ну и, конечно же, надо опознать этот чип, пацаны. Давайте расскажите мне, что это за чип. От кого? А это SendForce. Тот самый чипсет, которым пугают детей. SendForce, который самый плохой или еще что-то. На самом деле я уже начал забывать, какой там был самый ненавистный чипсет 2283. Или как-то так, ну в общем, нужно освежить память. Потому что эта информация уже начал забывать. Вот этот контроллер, который контролирует большое количество ячейк памяти. Они распаянные вот на таких чипах. 8 на одной стороне и 8 чипов на другой. Десятый год. Также еще есть вот такая интересная микросхема. Вот с такой маркировкой. Самое смешное, смотрите, ребят, что мне понравилась такая маркировка Felt. То есть горит лампочка, мы знаем, что с диском проблемы. Ну а теперь, конечно же, результаты тестирования. На этом скриншоте вы видите линейное чтение всей поверхности в программе HDTune Pro. Оси Z Vertex 3 120 гигабайт. Как вы видите, график нестабильный. Да я не особо люблю эту программу для тестирования. А это уже линейное чтение всей поверхности на том же самом оси Z, но уже в программе AIDA64. Вы видите, уже более интересный график, достаточно высокая производительность. До 520 мегабайт в секунду. Всеми любимый CrystalDisk, который показал 459 и 136. Но опять же, напомню, что это максимально фиксированные результаты. А вот это уже тот самый китайский друг в программе HDTune. Вот эти маленькие желтые точки, это скорость отклика ячейка памяти. Чем выше, тем медленнее. А чем ниже, тем быстрее. Обратите внимание, какой прямой график линейного чтения в AIDA64. Как вы понимаете, когда вы видите такой график, вы восхищены. Но тестирование проходило на пустом диске. Точно так же зафиксированы самые высокие показатели в CrystalDisk марке. 540 мегабайт и 399 на запись. Меня все это не удовлетворило, и я решил повторить все эксперименты. Не стал мучить, конечно же, старичка, купленного с Авито. А решил, китайца я все-таки протестирую. AIDA64 на чтение. И вот что у меня получилось. Как вы видите на этом графике, скорость записи около 153 мегабайт. Вот видите эту расческу? Вот так работает контроллер. Если вам это очень хочется, вы можете написать в комментарии, почему же получилась такая расческа. Этим тестом мы выяснили, что у диска есть, скажем так, SLC Cache в районе от 3 до 4 гигабайт. Вот видите, стартанул высоко, около 408 мегабайт в секунду. А потом скорость упала. Вот это так работает SLC Cache. Конечно, я знаю, что нужно тестировать SSD диски полностью забитыми ячейками, чтобы показать максимальную производительность этого диска. Но сразу вам скажу, ребят, если делать тестированные линейные записи чтения в AIDA64, то AIDA64 в линейной записи форматирует жесткий диск, тем самым его очищает и потом тестирует. Чтобы удовлетворить самые высокие требования зрителя, я решил провести эксперимент в Crystal Disk Market. Первый скриншот – это показатель. Пустой SSD диск тестировался несколько раз подряд. Второй скриншот – забитый диск на 110 гигабайт фильмами, и получились такие показатели. Итак, попробуем подвести итог. Неважно, где вы приобретаете SSD накопитель на Алиэкспрессе или Авито, вы это делаете на свой страх и риск. В том случае и в другом случае есть свои опасения. Алиэкспресс предлагает вроде бы новые диски, но непонятно, что происходит с гарантийными обязательствами. Авито вам предлагает поддержанные диски. Да, есть там новые диски, но опять же, кто там дает гарантию? Вы самостоятельно принимаете решение, где приобретать. Я же опять рассказал, что можно спокойно покупать SSD диски. Уже давным-давно улеглись страхи перед TLC памятью. Давно я уже не слышу, не вижу комментариев по этому поводу, что MLC Forever. Покупайте диски по вашей необходимости. Понятно, что я купил 120 для проекта. А если вы все-таки преследуете покупку диска под игровую систему, то, конечно же, 240, а возможно 2 диска или 480, 960. Сколько вам доступно по деньгам. Ну и напоследок скриншот того самого SSD диска, который у меня давным-давно уже тестируется. Вот столько гигабайт через него прошло. Так что все хорошо с диском. Да, китайский диск. Ссылка на ролик про этот диск вы можете найти в описании, либо в подсказке. Я же вам скажу спасибо, что посмотрели. С вас, пожалуйста, лайк, подписка. Пожелаю счастья, здоровья, удачи и пишите письма.